Конец осени и начало зимы Вот какие заголовки можно было увидеть вчера вечером Творчество Оксимирона и Нойзе МС проверят на экстремизм, реабилитацию нацизма и негативные отношения к правоохранительным органам На их песни пожаловалась якобы группа патриотов Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативные отношения к сотрудникам правоохранительных органов Также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, говорится на сайте ведомства СМИ нашли письмо, из-за которого могли возбудить проверку, и оно уже тогда казалось довольно странным Вот часть его текста, цитата Оксимирон пошел еще дальше В одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные и экстремистские организации Здесь же Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма Ставя знак равенства между гестапо, штазией и российскими правоохранительными органами Которые, по его словам, должны исчезнуть Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента Разрушая все усилия государства по оповещению населения Мирон Федоров открыто признает, что работает много с ДЭП и заявляет, что его альбом приравнивается госперевороту Что является открытым призывом к свержению законной власти и измене родине Указанный рэпер также оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман В общем-то, при первом прочтении становится ясно, что письмо писали либо с целью пошутить Либо автор вообще неадекватно воспринимает окружающую реальность Действительно, все это было больше похоже на шутку Ведь мало кто мог бы в таком контексте осмыслить трек Оксимирона Организация, про который говорится в письме В общем, не будем тянуть и прямо скажем, что обращение это действительно было троллингом Автор обращения Дмитрий Якушев называет его шуткой Вот его цитата из LiveJournal Блин, остановитесь, не было никакого обращения к группу патриотов Это же была шутка Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме Сатира на наше время Так или иначе, интересно будет посмотреть, как органы отреагируют на подобные обращения Если это обращение вообще имело место быть Кто-то действительно мог послать в СК даже этот откровенный троллинг Зная творчество Оксимирона и Нойза МС, можно сказать, что в их текстах довольно легко найти состав преступления При том, если мы посмотрим на те статьи, по которым на данный момент судят тех же Моргенштерна, Уджибуды, Инстасамку и Джигана То они будут выглядеть куда более безобидными, чем то, что предположительно можно найти в словах Мирона и Ивана Алексеева Но с другой стороны, за оскорбление власти, экстремизм и призывы госпереворота у нас еще, слава богу, не засудили ни одного рэпера Хотя тот же Хаски выпустил очень опасный с этой точки зрения альбом Хашханок К тому же, кажется, к Оксимирону в верхних эшелонах власти относятся положительно Например, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека прослушала новый альбом Окси «Красота и уродство» И сказала, что некоторые треки ей понравились Заслуженная артистка РСФСР назвала рэпера талантливым, а его творчество сравнило с поэзией Серебряного века При этом парламентарий подчеркнула, ей не близка идеология музыканта Чиновник заметила, что новый альбом Оксимирона содержательно мягче по сравнению с предыдущим По ее словам, Оксимирон литературно очень грамотен и талантлив Она сравнила его творчество с произведениями русских поэтов начала 20 века Кирсанова, Хлебникова и Маяковского Вот ее цитата Есть вещи, которые мне понравились Конечно, есть такой, с чем я не согласна по идеологии Потому что он такой, в общем, диссидентствующий Но такого мало в этом альбоме Безусловно, Оксимирон талантлив И не зря народ его так хорошо принимает Мне кажется, что он помягчал по сравнению с прошлым альбомом Решил не раздражать власти Но интеллигенция во все времена была оппозиционной любой власти Хоть царской, хоть советской, хоть современной Это нормально Ничего дурного сказать про него не могу Пусть работает, поучиться у него есть чему Парламентарий добавила, что ее немножко пугает задорное задирание властей со стороны рэпера Но на это не стоит обращать внимание Также недавно мы слышали новость про то, что Оксимирону и Басти точно не грозят уголовные преследования Ведь, по мнению той же Елена Дропека, у них в текстах нет и никогда не было пропаганды запрещенных веществ Так что, видимо, у Яновича есть самая настоящая защита во власти И, возможно, именно поэтому обращение в Следственный комитет не возымеет никакой силы Повторимся, если оно вообще на самом деле было Казалось бы, это хорошо, ведь Мирону ничего не грозит Но не все так гладко С точки зрения маркетинга и содержания релиза для Мирона нет ничего хуже, чем одобрение власть имущих Ведь весь альбом он построил именно на оппозиционности, на протесте против несправедливости Которая, по мнению Окси, исходит из государственных органов Конечно, далеко не всегда было так, что Окси был в безопасности Например, в 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип на песню «Последний звонок» на YouTube и в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники Доступ к видео ограничен на основании требований генпрокуратуры Интересно, что официального клипа Оксимирона на этот трек никогда не существовало Была только фанатская нарезка из фильма «Класс» Вот как раз-таки эту нарезку и предлагалось удалить Но что интересно, на этом все Больше Яновича, в общем-то, никогда не трогали И вот это самое странное По сравнению с тем же Моргенштерном, он куда больший оппозиционер и враг Ведь и сам Алишер не раз заявлял, что он лоялен к власти Но почему-то преследованию подвергается именно Моргенштерн, а не Оксимирон И жертвой режима, если такой термин вообще можно тут употребить, скорее назовут имена Алишера Вот что про это пишет портал Афиша Дейли Цитата Примечательно, что в опасности Инстасамка и Моргенштерн Ни разу не Нойз МС и даже не Оксимирон В интервью Дудю Алишер заявлял себя лояльным к власти персонажем Отсюда мотивы борьбы с ним выглядят не слишком логично и вызывают массу вопросов Отправившись хоть в комменты The Flow, хоть в политический телеграм Вы прогуляетесь по десяткам трактовок и перешел дорогу до сакральной жертвы Бурно распустившийся в последние пять лет российский музыкальный рынок Сходу приучился буквально жить без государства Так, он воспитал поколение музыкантов, которые пели о запретных удовольствиях И получали за это большие деньги Государство в их жизни отсутствовало на любом уровне Не мешают, значит продолжаем дальше Даже инциденты с запретами концертов в 2018 году Казались на этом фоне с боями в общей системе Низовым силовым творчеством Продиктованным излишней инициативой на местах Как это завершилось, вы помните На концерте «Я буду петь свою музыку» Оксимирон, Баста и Нойз МС Вывели на сцену много русских рэперов И показали, кто здесь сила Казалось, что им поверили Голосом Дмитрия Киселева власти даже объяснили Что концерты запрещать нельзя Пусть поют свою музыку Встроив Алишера как главного российского музыканта Последних лет свою систему Либо выдавив его силы отовсюду Государство само встраивается в музыкальный рынок На правах главного Как именно власть будет работать с музыкой Нам только предстоит узнать Но вряд ли есть хоть один позитивный пример Любой государственной модерации музыкального рынка Пример не совсем схожий, но все же В Украине с 2016 года существуют квоты На музыку на украинском языке, на радио и ТВ До чего это дошло? Если вы включите украинский музыкальный канал То увидите там много поп-музыки низкого качества Который привел в телеэфир закон о квотах Но не частная конкуренция Институт оглядки точно не принесет российской музыке Ничего хорошего Важной причиной бурного роста музыкального рынка Было то, что ему никто банально не мешал Вследствие этого всеобщая творческая раскованность Показательная расправа над Элишером При всех ракурсах Важный сигнал всем остальным о том До чего может довести такая раскованность и вседозволенность В общем, вот такие у нас мысли на этот счет А что думаете вы про взаимоотношения государства И Оксимирона? Пишите свое мнение в комментарии Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok